Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы откроем такой большой скиндр-супереправление. Детям изображен вот такой Дед Мороз. Тут елочка. Есть такие буквы. Есть тоже буквы над передом. Вот тут и как Дед Мороз изображен. Давайте посмотрим еще раз информацию на этом яйце. Тут написано название продукта, его состав. Видно, что присутствуют ешки. В общем, думаю, что составчик тут не очень, конечно, хороший. Сделано в Китае. Есть дата производства и также до какой даты нужно употребить содержимое. Если оно, конечно, съедобное. Я так понимаю, тут еще будет игрушка. Вот такой вот звук издает наше яйцо. Давайте скорее открывать. Интересно, что же тут внутри? Уже не терпится узнать. Открывается немножко туговато. Ух ты, посмотрите, какая красотища. Тут такие есть маленькие яички. Три штуки. Давайте откроем одно и посмотрим. Мы уже покупали яйцо наподобие, но там была куколка. И были тоже вот такие яички. Посмотрите, мне создалось впечатление, что яйцо какое-то, как будто, не знаю, в воске каком-то. Или мыло, я не знаю. Вот так вот, если счистить ногтем, то как будто бы какой-то белый налет. Ну, в целом, вкус все-таки, конечно, шоколада у этих яиц. А вот это вообще что-то с чем-то. Это пакетики с такой шипучей карамелью, если так можно сказать. Может быть, вы когда-нибудь пробовали шоколад Макс Фан или мороженое с такой карамелью, которая трещит во рту. Это что-то подобное, но только в виде вот такого порошочка. Посмотрите, это, конечно, слов нет описать. Но он также трещит во рту, как и, допустим, шоколаде Макс Фан. И я также мороженое ела с такой карамелью. В общем, больше всего интересна, конечно, игрушка. Ну, для кого как, для кого-то сладости интереснее всего. Посмотрите, упакована она была вот в такой пакетик. Давайте раскроем его скорее. Открывается легко. А здесь вот такой Дедушка Мороз. Или, я не знаю, какое-то животное в наряде Дедушки Мороза. Потому что у него вот такой носик, как у собачки. Или, да, больше на собачку похоже. Здесь есть еще какие-то пластмассовые вставочки. Я думала, кнопочки, но ничего тут не шевелится. Но также примечательно, что игрушка на колесиках. Посмотрите. Ну, вот так может двигаться. Но двигается, конечно, самостоятельно не очень хорошо. Но все-таки имеет место быть в нашей коллекции. Посмотрим, открывается вот эта часть или нет. Может, здесь что-то еще интересное. Ну, да, в принципе, открывается. Но в этом особого смысла нет. Это просто как деталь машинки. Это, ну, оно открывается. Но тут сразу видно колеса. В общем, оно не предназначено для открывания. Насколько я поняла. Но все равно игрушка прикольная. Новогодняя, как и сама обложка яйца. То есть, следовало ожидать, что что-то будет здесь новогоднее. Вот такая распаковочка получилась. Передаем привет каналам Крошка Всезнайка ТВ, развивающие мультики. А также каналу Анечка и Друзья. Если хотите приветики, пишите обязательно об этом в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайки. Заходите еще на наш канал. Подписывайтесь и пишите комментарии. Пока-пока!